Итак, главная новость сегодняшнего утра. На Ноябрьск обрушился сильный ливень. Непогода разгулялась до такой степени, что большая часть автомобильных дорог и тротуаров оказалась полностью затоплена. Вода вплотную подобралась и к подъездам жилых домов. Некоторым горожанам, в прямом смысле слова, приходилось добираться до своих квартир вплавь. Неудобства также испытали авиапассажиры. Из-за плохой видимости сегодня задерживали рейсы. Дорожные службы работали в экстренном режиме. Все подробности в специальном репортаже выпуска. Сейчас стихия несколько утихла, однако ее масштабы еще надолго сохранятся в памяти жителей города. Старожилы говорят, что за всю историю Ноябрьска такого здесь еще не видели. Ущерб пока подсчитать трудно, однако, скорее всего, нет такого района, который не пострадал бы от сильного ливня. К примеру, двухэтажка на улице с северной водой здесь сильно размыла фундаменты. Судя по глубине канав, потоки ее были довольно бурными. Сейчас на месте работают сотрудники управляющей компании. Они делают все возможное, чтобы жители деревяшки не остались без электричества. Почти все улицы города оказались охвачены потоками воды. Некоторые дворы и даже целые районы были практически отрезаны. Двор у домов 75 и 79 Памира. Машины в воде по самые фары. Никакой надежды на то, чтобы завести эти автомобили уже нет. Пешеходам приходится ничуть не лучше. Воды во дворе практически по пояс. А это уже космонавтов. С сильным потоком воды здесь буквально смыло автомобиль. Ладу с трудом вытащили из водного плена, однако автомобиль подтопило основательно. У самого ледового дворца образовалось настоящее озеро. Как вам погода в ноябрьске? Нормальная. Все четыре партнера готовы. Кошмар. А глубина какая? Я не знаю, вот так было. По коленах? Да. Ужас. Выше по космонавтов картина ничем не лучше. Воды здесь, конечно, нет. Но вот песок и камни щедро покрыли проезжую часть и тротуары. Плену у стихии оказался и этот автомобиль. Своим ходом он отсюда уже не уедет. Аналогичная картина и на Ленина. Здесь Ладу не могут вытащить уже несколько часов. Котлован, выдатый строителями в ходе ремонтных работ, тоже затопило по самые края. Теперь вместо того, чтобы продолжать работы, строители вынуждены откачивать воду. А на изыскателей настолько сильно размыло обочину, что водитель вот этого автомобиля теперь вряд ли сможет выбраться отсюда своими силами. И, скорее всего, ему придется прибегать к помощи эвакуатора. Плавь передвигаться приходится и по Киевской. Сейчас здесь работают сотрудники ДРСУ. Они уверяют, ливневки в городе работают. Вот только справиться с таким объемом воды конструкции не могут. Видимо, на дожди такого масштаба они не рассчитаны. К вечеру вода уйдет окончательно, уверяет ДРСУ. В ближайшие дни все коммунальные структуры города будут задействованы в наведении порядка. Именно разрушенные обочины будут отсыпаны. Все, что намыло водой на дороге, убрано. Автомобилисты сейчас подсчитывают ущерб. К слову, по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в ноябрьске ожидаются дожди. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города.